Всем привет! Давно я не снимал видео о временных питомцах, а точнее о живом корме, о кормовых насекомых. В данном случае мы будем снимать, показывать вам мадагаскарских тараканов. С последним видео о тараканах прошло несколько месяцев, и поколение маленьких тараканчиков уже повзрослело. Всех крупных я успел скормить моему ящеру, ну а мелкие выросли. И поскольку их очень много, они перебрались вот в такой вот крупненький контейнер. В принципе это контейнер для обуви, но я его приспособил для хранения кормовых насекомых, предварительно просверлив отверстие в крышке. И сейчас мы можем увидеть, что в этом контейнере они уже достаточно долго. Хотя на самом деле их тут и не видно. Секрет простой, все они находятся под картонной ячейкой. Если я ее переверну, мы увидим полный набор мадагаскарских тараканчиков, которые сразу начнут шевелиться и стрессовать. Очень удобное убежище для них. Они тут так кучкуются и чувствуют себя в безопасности. И если я положу это все снова назад, они все рано или поздно спрячутся под эту картонку. Особенно при малейшей опасности. Но сегодня мы будем их переселять. И как вы можете догадаться, это сделать очень просто, потому что большинство из них вцепилось намертво буквально в эту картонную коробочку и в картонную ячейку. И буквально перенесется вместе с ней. Естественно, мы ее поднем, потрясем, чтобы избавиться от отходов жизнедеятельности таракашек, которые они снесли сверху этой ячейки. И плавненьким движением пересаживаем их в новый контейнер. Буквально легко и просто. Те, которые остались, их я пересаживаю чуть позже, в ручном режиме. Мы посмотрим на них и на их, так сказать, отходы жизнедеятельности. Вот так вот за неделю выглядит контейнер, набитый 37 мадагаскарскими тараканчиками. То есть каждую неделю, если не чаще, надо менять им контейнер. Ну а мы сразу перенесемся к нашему новому контейнеру. И посмотрим, что в нем есть. В качестве подстилки используются самые обыкновенные салфетки. Я добыл красненькие. И, как ни странно, при красненьких салфетках они гораздо меньше стрессуют. И более чаще выползают на поверхность. При белых эффект не такой сильный. Ну и, естественно, пока посмотрим, что у них есть в качестве питания. Необходимо использовать корм для сверчков, который я покупаю в магазине специализированном, натурированном мистике. Рядом с ним простая овсянка, овсяные хлопья. Универсальный корм как для насекомых, так и для грызунов. Ну и в качестве влажных кормов идут, во-первых, обязательно влажные, так скажем, сочные фрукты. Либо овощи. Это яблоко, либо морковь. Притом морковь остается сочной гораздо дольше. И, соответственно, гораздо дольше, гораздо быстрее ее съедят. Ну, а вторым пунктом, если присмотреться, идет дохлая саранча. Ее тут сложно разглядеть. Но это так. Некоторое количество саранчи, которые я припасал для Стэна, умирает, пока я ее содержу. И поэтому необходимо, в конце концов, это тоже мясо. А тохнущее мясо очень привлекает таких падальщиков, как мадагаскарские тараканы. Вот, в общем, таким вот нехитрым способом удается содержать целый выводок в количестве 37 человек. Точнее, 37 насекомышей. Их могло быть больше от 10 тараканов. Но, во-первых, я не дождался от пары тараканов приплота. А, во-вторых, половину приплота я скормил подрастающим лягушатам. Поэтому их могло быть при около сотне. Заодно практикуюсь в том, чтобы использовать штатив. Вот мы тут покажем крупным планом тараканчика. Не знаю, как камера фокусироваться. Будет, не будет. На нем сейчас попытаюсь. Экран не так эффективно реагирует на единичном экземпляре, как на общей картине. И таким вот нехитрым способом берем их и скидываем в новое местопитающее. Естественно, они стремятся сразу под картонку. В надежное убежище. И таким образом ага, шипят. Кстати, с живым кормом они достаточно толерантно живут. Я кидал им еще не мертвых сверчков. И они с ними вполне успешно жили. Никто никого не съел. А вот как только сверчки умирали, мертвый зоофобос, мертвый мучник, мертвые сверчки сразу становятся пищей для этих падальщиков. Поэтому вполне можно содержать давая буквально тухлое мясо, если у вас есть. Ну, а я, пожалуй, займусь дальнейшим переселением тараканов и уборкой этого контейнера. А все наши свеженькие тараканчики будут переселены в свежий контейнер. вот как они тут кучкуются. Может, выглядит омерзительно, но это жизнь. В мире ничего так просто не устроено. И видите, как они эффективно забираются под картонную ячейку. буквально все и сразу. И если что, вместе с картонной ячейкой будут перемещаться. Вот они уже всем скопом ее двигают. Ну, займусь переселением. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok